Это видео в минувшие выходные снято в районе верхнечусовских городков. По словам автора, гадюками там усыпан практически весь склон. Опасные присмыкающиеся активности не проявляли и, вероятнее всего, грелись на солнце. Весной скопление змей на относительно небольшой территории может достигать сотни особей. Говорят специалисты и объясняют это так. Просто змеи выходят массово из зимовки. Они зимуют в основном в карстовых пещерах, воронках, поэтому в момент выхода из зимовки кажется, что их очень много. Они потом распространяются по территории, и змеи больше не будут. В течение буквально двух недель станет тепло, и они просто расползутся дальше. Обыкновенная гадюка обитает по всему Пермскому краю. Излюбленные места – поймы реки Ирине, Сылвычу, Совой. При встрече змею не стоит трогать ни руками, ни палками. Первая – она не нападает. Внешне гадюки неприметны. Окрас зачастую серо-коричневый или черный. В отличие от ужа, у нее на затылке нет желтых пятен. В прикамье водятся два вида гадюк – обыкновенная и никольского. По силе их яд можно сравнить с ядом кобры. Укус вызывает сильную боль и некроз тканей. Это вот игла от шприца получается. Она входит в мягкую ткань и, соответственно, еще вводит туда яд. Об отсасывании здесь не может идти речи, потому что это просто бесполезно. Можно какое-то небольшое количество высосать, но это не поможет. То есть надо ехать в больницу и лечиться, лечиться, лечиться. Алгоритм доврачебной помощи таков – прием любого антигистаминного препарата и обильное питье. Не надо ни в коем случае перетягивать руку или ногу жгутом рядом с местом укуса. Это большая ошибка. И разрезать ранку тоже нельзя. На место укуса следует наложить стерильную повязку, а саму поврежденную конечность обездвижить. Наибольшую активность змей проявляют в мае-июне. Екатерина Леонова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.